В отличие от обычной школы, тут все сидят за одним столом, а учеников на уроках не больше 10-15 человек. Здесь людей учат, как жить с той или иной болезнью, знать больше о своем организме и его правильном лечении. Мы уже запустили успешно школу по диабету, почти запустили кардиошколу, и плюс планируем запустить ревмошколу, о чем мы сегодня более подробно поговорим, и плюс пульмогастрошколу. По статистике, после 50 лет каждый второй пациент в той или иной степени подвержен ревматическим заболеваниям. Это системные заболевания, основные системы. То есть поражают не только, например, суставные органы, внутренние органы, легкие, сердце, почки. Сначала лечит одно заболевание, потом другое. Ну, как оказалось потом, что нужно к ревматологу. Таким образом, открытие школы ревматизма, на котором мы присутствуем, лишь очередной, но важный шаг в просвещении пациентов. Даются базовые, скажем, медицинские знания, вот, плюс алгоритм, да. То есть я всегда повторяю, процентом на 80 успеха зависит от самого пациента. Сколько именно нужно посещать уроков, решается индивидуально, так как и болезни, и их течения у пациентов разные. Например, это ЛФК. Есть такое заболевание, болезнь Бехтерева. Основное нефармакологическая терапия – это ЛФК. С пациентами будем разбираться, как правильно делать физическую культуру, когда, при каких условиях. Совет посетить школу ревматизма пациенты получат на приеме у врача. А ходить или нет, естественно, личный выбор каждого. Но лучше таким советом не пренебрегать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.